На рубеже 70-х и 80-х Формула-1 совершила очередной технологический скачок. В команде Феррари к этому были готовы. Концепция 312Т с лихвой окупила себя несколькими чемпионскими титулами и к началу 80-х окончательно устарела. На смену ей пришел Турбомонстр 126 с углепластиковым монококом, с граунд-эффектом и пилотами, способными выиграть титул чемпиона мира играючи. Друзья, всем привет! С вами Схема сборки, самый модельный из всех модельных каналов о Формуле-1. Сегодня у нас в обзоре очередная модель, и да, это снова Феррари. Можно было бы назвать эту машину убийцей. Болит чемпионский, но его пилотам не суждено было взять титул в личном зачете. Кто-то погиб, кто-то получил серьезные травмы и покинул королеву автоспорта. Феррари 126C2 это жеребец с поистине итальянским характером. В начале 80-х, понимая, что концепция трубчатого кокпита устарела, что наступает турбо-эра, Энце Феррари пригласил к сотрудничеству инженера из Британии Харви Постелтвейта. На тот момент он работал в не особо успешной команде Фиттипальди, но Харви приобрел свою известность благодаря тому, что именно он построил болид, на котором Джуди Шектор в 77-м году стал вице-чемпионом. И сама команда могла бы взять и командный кубок, но выступали всего одной машиной. Все правильно, речь идет о Вольф Рейсинг. Правда, отметим, что Харви Постелтвейт пришел на некие уже имеющиеся разработки. Он появился в команде в начале 81-го и сразу же приступил к разработке той самой Феррари 126C2. На ней использовался тот же двигатель, что и на предыдущей модели CK, но изменение давления наддува позволило увеличить мощность до 580 лошадиных сил. Шасси также стало развитием прошлогодней модели. Однако, очень важные изменения. Кокпит теперь был типа монокок, и он изготавливался с применением углеродного волокна, но на основе алюминиевых сот. Это позволило не только увеличить прочность кокпита, но и снизить его массу на целых 20 килограмм. В 1982 году Феррари 126C2 была одной из лучших машин в Пелотоне. Но чемпионат для нее сложился крайне неудачно. После череды поломок и борьбы с детскими болезнями шанс впервые блеснуть выпал лишь на четвертой гонке, на Гран-при Сан-Марина в Иммале. Сразу скажу, что сам по себе сезон 1982 года заслуживает статуса одного из самых интересных и неожиданных сезонов за всю историю. Началось все со скандала с пилотами и их забастовки в ЮАР. Продолжилась грязной подковерной борьбой обладателей атмосферных двигателей с турбонаддувщиками. Итогом стала попытка бойкотировать Гран-при Сан-Марина. На стороне Фиса остались лишь несколько команд и их было недостаточно для полноценного Гран-при. Но Кен Тиррелл, у которого было очень туго с финансами, как раз перед Иммалой смог подписать два очень важных для него контракта. Если бы он присоединился к бойкоту, то просто бы потерял команду по решению суда. Поэтому в Иммале оказалось 14 болидов. То, что надо для настоящей гонки. В отсутствие основных конкурентов бал правили Рено и Феррари. Французы расположились на первом ряду стартового поля, итальянцы на втором. Но о надежности турбированной техники тех лет ходят легенды. Пилоты Рено быстренько сошли и осталось только выяснить, кто из подопечных Энса Феррари первым пересечет линию финиша. Возможно, эта история могла бы стать великой. И последствия были бы совсем иными. Но случилось то, что случилось. Вильнёв лидировал, но получил приказ сбросить скорость, чтобы сэкономить топливо и резину. Да и не самую надежную машину лишний раз мучить не стоило. В какой-то момент канадец видит, как его собственный напарник Дидье Пирани пытается его обогнать. И он действительно выходит вперед. Вильнёв решает, что ему просто стало скучно и захотелось поиграть в кошки-мышки. С мыслью, парень, ты это серьезно? Жиль бросается в контратаку. Но товарищ по команде дважды его жестко блокирует. О том, какие страсти кипели в душе у Жиля Вильнёва, мы как-нибудь подробно расскажем на канале Самые Слики. Но как бы там ни было, на последнем круге гонки любимчик Энса Феррари вырывается в лидеры. Казалось бы, можно выдохнуть. Пронесло. Но в последнем повороте Пирани вновь атакует и первым пересекает финишную черту. После гонки Дидье утверждал, что никаких приказов из боксов для него не поступало. Хотя есть достоверные фотографии с табличками «Слоу», что можно перевести как «Помедленнее, Дидье, помедленнее». Пирани даже извинился перед напарником после гонки, но Вильнёв был вне себя от ярости. Он не хотел принимать никаких извинений и даже на подиум выходить не хотел. Лишь после долгих уговоров зрители могли увидеть пару пилотов Феррари на пьедестале почёта. В последний раз. На следующем этапе в Бельгии случилась трагедия. Многочисленные журналисты и авторы пишут о том, что она стала следствием той самой вражды, борьбы друг с другом, где каждый хотел победить каждого. Но теперь это не столь важно. Как и в большинстве трагедий имела место нелепая случайность, которая привела к аварии Жиля Вильнёва и травмам, несовместимым с жизнью. Казалось бы, путь к чемпионскому титулу для пирани открыт, но тот сезон для него был сущим адом. Ещё перед началом чемпионата он попал в серьёзную аварию на поле Рикари. Затем именно он, как глава ассоциации пилотов, возглавил забастовку в Южной Африке. Потом этот скандальный триумф вымали. Гибель напарника в Бельгии, в Монако, на последнем круге у него заканчивается топливо, когда он лидировал. В Канаде на старте он получает удар сзади. Ещё одна смертельная трагедия, на сей раз Рикардо Палетти. И только потом он выиграл в Голландии и уже в Англии оказался лидером чемпионата. На Гран-при Германии он завоевал пол ещё в пятницу, потому что в субботу пошёл дождь и шансов улучшиться уже не было. Но многие пилоты то и дело выезжали на трассу, чтобы проверить свой болид в дождевых условиях. Выехал и пирани. Так же, как и жиль, он пошёл на обгон медленного пилота. Ещё одна авария. Сложнейшие переломы обеих ног. Какой там титул? Вся карьера к коту под хвост. За руль 126-й сажают Патрико Тамбе. Но спустя пару гонок в Швейцарии у него происходит защемление нерва и вообще ни один пилот Скудрии не участвует в гонке. Затем Тамбе вернулся и чемпионскую Феррари удалось попилотировать вместе с ним знаменитому Марио Андретти, вызванному из Америки. В итоге в рации чемпионом мира, одержав всего одну победу по ходу сезона, становится Кеке Розберг. Да-да, тот самый отец Ника Розберга. А Феррари, я бы сказал Феррари 126C2, пропустив две гонки в сезоне, в шести из них выступая вообще одной машиной, стала обладателем Кубка Конструкторов. Так что у Вильнёва были верные шансы на чемпионство. А позже и у Пирани. Но случилось, как случилось. И не скажешь, что Феррари 126C2 какая-то неуправляемая или слишком опасная. Нет. Начало турбоэры. Может быть прозвучит слишком резко, но мне кажется, что пилоты попросту не были готовы к такой мощи, ко всей специфике управления турбомонстрами. К постоянным экспериментам своих инженеров на грани, а иногда и за гранью того, что позволял технический регламент и в конце концов просто здравый смысл. Жизни пилотов тогда были не так уж и важны. Важна была скорость. И только скорость. Так что назвать 126-ю убийцей мы не можем. Этой машине просто не повезло. Но даже потеряв обоих своих наездников, она смогла стать чемпионом. И сегодня у нас в обзоре модель этого легендарного болида от компании Fujimi в 20-м масштабе. Приступим. Ну что ж, от всех этих трагических событий и в конце концов все это дело давно минувших дней, давайте перейдем к делам нашим модельным. Непосредственно коробочка. Как уже говорилось, это компания Fujimi, знакомая многим красная коробка, у них много Ferrari выпускается. Это модель 2008 года, так что у нас есть надежда на то, что декали будут не совсем убитые. И пользуясь случаем за этот кит, я хочу поблагодарить Александра Соловьева, он прислал его нашему каналу в подарок. Так что, Саня, спасибо огромное. Открываем. Долго тянуть не будем. Здесь у нас инструкция по сборке, стандартная Fujimovskaya и краски у нас указаны, к сожалению, для хобика лор. В качестве основного цвета обтекателя здесь указан красный, но я бы попробовал Томиевский Italian Red. Посмотрим. Это уже дело сборки, будем мозговать позже. Декалька. Да, действительно, она довольно свежая, так что докупать ничего не придется. Ну и табачки, как вы знаете, нет на этих машинах, так что просто пользуемся стоковой декалью. Возможно, придется добавить карбон как раз-таки вот на эти элементы. Летник под литерой С. У нас здесь идет тот самый кокпит, который был сделан из углепластика. Но с ним отдельная история. Буду ли я его детализировать? Будет ли вообще у этой модели сделана внутрянка? Вот в чем вопрос. Можно же сделать kerbside, что машина будет выглядеть только снаружи. И это еще одна особенность этой модели. Позже поймете, что я имею в виду. Здесь же у нас боковые панели и сама юбка. Юбка, которая создавала граунд-эффект. Посмотрим днище, покажу, что это такое. Рулевая рейка и небольшая часть, насколько я понимаю, задней подвески. Летник под литерой B. Здесь у нас нижняя часть кокпита и нижняя часть радиаторов. Радиаторы, да, в те времена и на Феррари крепились сбоку под определенным углом. Что касается днища. Тут тоже у нас есть боковые панели. Видимо, к ним и будут крепиться вот эти самые юбки. Но вот снизу хорошо видно то самое, что создает у нас граунд-эффект. Два тоннеля и никаких лишних элементов. Сбоку идут юбки, которые создают вакуум в этой зоне и машина как бы прилипает. С 2022 года Формула-1 граунд-эффект возвращается. Ох, я чувствую, там будет много колдовства от многих инженеров. Много нарушений технического регламента. Как они с этим будут разбираться, я пока что не могу вам сказать. Ну а как мы будем разбираться с этой моделью? Все понятно. Красим в черный. Насаживаем сверху кокпит и закрываем обтекателем. И вот как раз-таки насчет обтекателя отдельная история. Да, ребят, он прозрачный. Именно в этом исполнении от Fujimi. Сделан, конечно, на удивление хреновенько. Смотрите, такие детали существуют для того, чтобы модель была прозрачная. По крайней мере, внешне. Проработана вся внутрянка. И при наблюдении за ней ты мог увидеть бы внутреннюю часть болида. Но я не буду этого делать. Потому что здесь у нас прям жесточайший утяжин и шагрень. Прям видно, что она сделана нехорошо, эта деталь. И у нее очень много толкателей в самых видных местах. Избавиться от них, как вы понимаете, нет никакой возможности. Поэтому я буду просто делать красную обычную модель. Покрашу этот прозрачный обтекатель в красный цвет. Нанесу декали, пролакирую, отполирую. И будет нам счастье. Такого же прозрачного цвета нам даны носовые обтекатели в двух вариациях. Я так понимаю, одна для того, чтобы сделать машину без переднего антикрыла. Другая для того, чтобы антикрыло там было. Тоже пока что не решил. Скорее всего, буду делать с антикрылом. Уж хочется посмотреть, как все это будет выглядеть. Вот мы, кстати, пользуясь тем, что эта деталь уже отсоединена, можем ее прикрепить, посмотреть. Ну, судя по всему, это надо сразу будет приклеивать и уже красить оптом, чтобы по цвету ничего не отличалось. Назначение вот этой детали мне пока что неизвестно. А, это скорее всего, да. Вот здесь капот сзади, крышка двигателя. Пару боковых элементов, аэродинамические элементы. Зеркала заднего вида тоже полностью прозрачные зачем-то. Ну, будем с этим колдовать, с этой прозрачностью будем бороться. Хотя для кого-то из моделистов, я прекрасно понимаю, это будет сплошное удовольствие сделать модель, проработать внутрянку и потом сверху одеть прозрачный обтекатель. Далее у нас литера H. Нифига себе тут литников на этой модели. Здесь у нас двигатель, тот самый двигатель с турбонаддувом. Насколько я понимаю, в нем 6 цилиндров. Различные элементы и кусочек выхлопных труб, и даже часть подвески. Все на одном литнике. Ну, как вы знаете, отсоединяется, разбирается все по своим кучкам, по элементам. И потом склеивается, красится и готово. Небольшой литничок литера J. Здесь у нас выхлопные трубы, подвески, амортизаторы, всякая внутрянка, бачки, бачки, бачки и лючок. И дуга безопасности, кстати, в черном цвете. Не знаю, почему она не хромированная, вроде бы как она была из хромированного металла. Ну, посмотрим. В крайнем случае нанести на нее хром не такая уж и большая проблема. Краска хрома у меня теперь есть. Далее еще один литник со внутрянкой. Здесь у нас элементы системы тормозов, еще один элемент подвески, крышка двигателя, крышка клапанов и наконечники выхлопных труб. С ними есть небольшая проблема. Где-то они сделаны в сером цвете, то есть цвет металла имеют, где-то черные. Я, скорее всего, буду делать черные. Посмотрим. И воздухозаборники тормозов. Они имеют такой своеобразный цвет. Дело в том, что они были как бы полупрозрачные. Пластиковые такие или зугли пластика. Сложно сказать точно, не знаю. Но они были местами полупрозрачные, местами черные. Вот какие делать, я не знаю. Даже если мы посмотрим на крышку, то здесь вот они. Скорее всего, они были сделаны из кевлара, чтобы были легкими и прочными. Красят. Есть умельцы, которые красят. Вот честно, лучше бы они вот эти детали сделали прозрачными, чтобы можно было туда нанести какую-нибудь краску болотного цвета и смотрелось бы очень аутентично. Как я буду с этим справляться, пока не знаю и даже не задумываюсь. Литник свитера Е. Здесь у нас сидение довольно простенькое. Никаких ухищрений. Приборная панель тоже довольно простая, с тремя циферблатами. Руль довольно странный, причем от него идет такой облой в виде волосков. Интересно. Несколько рычагов, которые будут находиться в кокпите. Опять же у нас система тормозов и сами тормозные диски. У Fujimi они отличаются выгодно от Tami, потому что, смотрите, суппорта здесь сделаны отдельно. Сами диски склеиваются из двух частей. Получается, у них в поперечнике необходимое пространство, чтобы они выглядели натурально. И рисунок вентиляции сделан на этих дисках. Tamiya в этом вопросе проигрывает на все 150%. Еще один небольшой литничок K. Да, ребят, там я как раз-таки перепутал. Были какие-то другие воздухозаборники, а здесь вот у нас заборники тормозов. Да, это точно они. И вот их нам надо будет либо выкрашивать, либо уже оставлять черными. Посмотрим уже при сборке. Отдельный литничок с отдельной прозрачной деталью, вернее, двумя. Здесь у нас идет задний фонарь и идет лобовое стекло. Я его открывать не буду. Единственное, что обнаружил, что он сломан. Ну, много пересылок претерпела эта модель. Где-нибудь на почте могли приложить ее хорошенечко. А в какой-нибудь твердый предмет, в общем, имеется у нас стеклянный фонарь и стеклянный колпак лобового стекла. Еще один литник, который я не открываю. Почему? Да потому что, во-первых, не знаю, буду ли я использовать переднее антикрыло. Во-вторых, это хром, который я перекрашивать не хочу. Он выглядит очень натурально, довольно такой темненький. От того, что я перекрашиваю краской, начну мудрить там с декалями. Кстати, насчет декалей. Если я нанесу краской хром, то потом уже нанести декали и покрыть снова лаком не получится. А по этому хрому 2К лаком, автомобильным лаком. Можно работать спокойно, так что прямо на этот хром можно наносить декали, лакировать, полировать и будет смотреться замечательно. Хотя есть и такой подход, что просто наносят декали и оставляют, потому что, по сути, на этих металлических, оригинальных деталях просто наносили наклейку, она имела свою подложку и как бы выглядеть будет все аутентично, но не очень красиво, прямо скажем. Интересный литничок у нас со-со-со, ну со-со, ну вы поняли, с дисками, в общем. Очень интересно, потому что здесь у нас какие-то диски из двух частей, я так подозреваю, что, наверное, передние или задние, а какие-то из одной части. Но у них, получается, сзади нет никакого обрамления, в общем, пока даже не представляю, как все это будет выглядеть, но цвет у них очень классный, хром прям отличный, ничего здесь перекрашивать, переделывать я не планирую. Пройду смывкой, будет смотреться классно. Единственное, сами звездочки дисков надо будет посмотреть, возможно, они по цвету будут отличаться. Это надо встречать уже с оригиналами фотографий данной машины. Ну и резина. Резина у нас резиновая. Я ее почему-то всегда проверяю на запах, не знаю зачем. Вам-то все равно, вы все равно его не учуете. Но скажу я вам, что у разных производителей резина пахнет по-разному. Здесь практически никакого запаха, и она вся покрыта каким-то веществом. Да, судя по всему, кто-то пытался придать ей блеск, но все это с мылом аккуратненько или со средством для мытья посуды будет убираться, чтобы резина была как резина, а не как натертая какой-то смазкой, непонятно что. Вот, собственно говоря, и все. Резина, к ней диски. Не знаю, поместится ли у нас все это в экране. Лобовое стекло, прозрачные детали, прозрачный обтекатель с двумя различными вариантами носового обтекателя, хромированные детали антикрыльев, воздухозаборники тормозов, элементы тормозной системы, сидушка, приборная панель, руль, немножко подвески, выхлопная система и детали двигателя, еще выхлопная система, амортизаторы и навесное оборудование, непосредственно сам блок двигателя с элементами выхлопной системы. Куда складывать-то уже? Кокпит типа монокок, днище болида, верхняя часть кокпита типа монокок и боковые юбки с задней подвеской. Вот такой набор нам предстоит разобрать по деталям, до мелочей, с каждой деталью поработать, покрасить, привести в необходимый внешний вид и собрать эту модель в единое целое. Единое целое у нас получится модель 1982 года Ferrari 126C2, естественно, Жиля Вильнёва. Хотя я так сказал, естественно, может быть для кого-то более естественным был Дидье Пирани, но все-таки Жиль у нас легенда, общепринятая, так сказать, среди болельщиков Формулы 1, поэтому я буду делать болид Жиля Вильнёва. К тому же сейчас буквально заканчиваю огромную машину 79 года еще той эры, 312T и тоже Жиля Вильнёва. В масштабе она 1 к 8. Будет интересно потом сравнить один его болид в большом масштабе и другой поменьше. На этом все, друзья. Я надеюсь, сегодняшний обзор вам показался интересным, информативным. Может быть, кого-то даже сподвигнет к тому, чтобы заняться таки стендовым моделизмом. Еще раз напомню, и каждый раз напоминаю, что дело это непростое. Оно требует дополнительных финансовых вложений и самое главное невосполнимого ресурса, вашего драгоценного времени. Так что тысячу раз подумайте. Ну а для тех, кому уже раздумывать не приходится, моделируйте, друзья. Моделируйте так, чтобы потраченного на это дело, на это ваше любимое хобби, времени было не жаль. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok